В Лабинском районе прошли мероприятия в память о погибших при террористическом акте в Беслане. Эта трагедия произошла 15 лет назад. Школы и СУЗы распахнули свои двери. Игорь Чигаев в первый день учебного года посетил Лабинский аграрный техникум. 8 сентября в Лабинском районе состоятся выборы пяти глав сельских поселений и депутатов городского и сельских советов. В этот день жители города смогут проголосовать и за название зоны отдыха. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в Беслане в 2004 году. В Лабинском районе прошли мероприятия в память о погибших в этом террористическом акте. Дата 1 сентября 2004 года вошла в жизнь россиян трагедии в городе Беслане. Мирный и трогательный день содрогнулся от горя, плача и боли. Злодейский террористический акт унес жизни сотен мирных школьников, учителей, родителей и всех тех, кто пришел на линейку, посвященную Дню Знаний. В Свято-Успенском храме города Лабинска священнослужители, представители казачества, жители помолились за невинно убиенных в Беслане. В центре города на площади Родина также собрались сотни неравнодушных жителей. Лабинцы помнят эту дату и каждый год чтят память погибших в тех страшных событиях. Терроризм это наибольшее зло, с которым сталкивается человечество сегодня. Его жертвами становятся, как правило, мирные, беззащитные люди, чему нет никакого оправдания. Обращаясь к молодежи, прошу вас хранить память о погибших, чтобы страшные трагедии прошлого не повторились в будущем. Несмотря на культурные, религиозные, социальные различия, все мы, объединив усилия, должны противостоять этому злу. С терроризмом нам нужно не только бороться, но и предупреждать его. Это уже задача каждого из нас. В России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. И сегодня мы должны помнить о том, что мы единый народ и от каждого из нас зависит мир на земле. Сегодня действительно очень трагическая дата. Мы вспоминаем невинно убиенных детей и лучших воинов, которые сражались за наших детей. Знаете, в наше время вопросы веры становятся с каждым днем очень острее. Наша задача – сохранить веру, ту веру, которую мы получили от наших отцов, дедов, мочеников, исповедников Церкви Русской. На памятном мероприятии присутствовала молодежь, школьники и студенты. Они помнят эту трагедию и стараются вести правильную жизнь. Быть толерантнее друг к другу и надеяться, что такое трагическое событие больше не повторится. 15 лет назад в Беслане случилась страшная трагедия. В связи с этим и вызвано данное мероприятие. Молодежь должна помнить о тех страшных событиях, знать их, никогда не забывать и не допустить в дальнейшем никогда повторения таких страшных трагедий. Школы и учебные заведения нашей страны вновь распахнули свои двери. Начался новый учебный год. Он будет наполнен взлетами и падениями. Но нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Ведь самое ценное, что у нас есть – это жизнь. Лилиция Океан, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Учебный год начался не только в образовательных школах, но и в учреждениях профессионального образования. В первый день учебного года Игорь Чигаев посетил Лабинский аграрный техникум. Наш репортаж с торжественной линейки. Группа 212. Классный руководитель Сидоренко Ирина Николаевна. Вчерашние школьники, а сегодня студенты. 400 первокурсников пополнили ряды студентов Лабинского аграрного техникума. 8 специальностей – механизация сельского хозяйства, техобслуживание, ремонт автотранспорта, прикладная математика, экономика и бухучет, агрономия, ветеринария, тракторист-машинист сельхозпроизводства. Пройдет время, и эти ребята заявят о себе. Для нас 1 сентября всегда настолько волнующее событие, приходят первокурсники. В этом году у нас первокурсников 400 человек набрано. Это для нас принципиально то, что в этом году мы открыли новую специальность – топ-50. Это информационные и коммуникационные сети и системы связи. Мы в прошлом году выиграли программу по модернизации системы среднего профессионального образования. Мы достаточно мощно выступили в движении WorldSkills России – молодые профессионалы. Наши ребята заняли первое и второе место на национальном финале. Наши эксперты принимали участие на мировом чемпионате. И для нас год прошедший достаточно серьезно показал, что коллектив техникума работоспособен, коллектив техникума работает на качестве образования. Мы настолько серьезно улучшили свою материально-техническую базу, что, я надеюсь, это послужит очень серьезным основанием для качественной подготовки наших выпускников. Взит главы района в техникум в первый день года – событие. Такое внимание к СУЗу оценили и преподаватели, и студенты, и ветераны педагогического труда. Игорь Чигаев говорит с молодежью на одном языке. У вас настолько хорошая энергетика, что побежал без очереди к микрофону, потому что от вас просто веет теплом, энергией, амбициями, правильными, хорошими амбициями. Я смотрю на вас, особенно на первый курс. Конечно, у некоторых есть на лицах небольшая растерянность, волнение. Это то, что начинается новый этап. Но я могу вас заверить, что этот этап гораздо лучше, краше, и перспективы более конкретные, чем ближайшие, прошедшие 10-15 лет назад, когда я заканчивал школу, когда были 90-е, нулевые годы, когда был практически нулевой престиж рабочих, профессий, специальностей, и все спешили, в первую очередь старались поступить на гуманитарные какие-то дисциплины. Ну и из своего опыта, из нашего курса, порядка 120 человек, которые закончили государство муниципальное управление, ну не больше 10 человек были трудоустроены по специальности, а все остальные по разным направлениям, в том числе и на рабочие специальности. Сегодня, конечно, картина совсем другая, чем, повторюсь, 10-20 лет назад, благодаря президенту нашей страны, благодаря губернатору, поднимается ежегодный престиж рабочих специальностей. Ну и самое главное, растет востребованность, создаются новые предприятия, высокотехнологичные, создаются новые компании, где востребованы нормальные, рабочие, профессиональные руки. Сам глава пришел не с пустыми руками, в подарок заведению – большой телевизор. Его решили установить в обновленной столовой, откроют которую после линейки. А пока глава отметил успешных студентов по итогам прошлого года, вручил почетные грамоты за участие и высокие результаты в национальном чемпионате WorldSkills. Один из них – Виталий Сафонов. Он привез золото с российского чемпионата, и вот его пожелания в начале года. Я желаю всем студентам, учащимся в нашем техникуме, успехов, здоровья, всего самого хорошего, чтобы все было хорошо. После четвертого курса планирую устраиваться на работу. Около года буду работать, потом уже в высшее учебное заведение поступать. Я пойду по специальности ветеринарии, буду работать в ветеринарной области, конкретно на производстве. Ветераны педагогического труда – почетные гости праздничного начала учебного года. Они создавали базу и гордятся тем, что техникум с каждым годом становится все лучше. Председатель Совета ветеранов назвал учебное заведение лучшим в России. Мы всегда будем гордиться вашим динамичным развитием и совершенствованием процесса обучения. Дорогие друзья, прежде всего поздравления к студентам. Учитесь только на отлично. Совершенствуйте себя уже здесь, в учебном заведении, с тем, чтобы потом проявить свои мысли, может быть, даже и в науке. А так, чтобы руководители сельхозпредприятий, уже будучи здесь, когда вы учитесь в самом учебном заведении, они заключили бы с вами контракт на будущую работу. Учебный год в аграрном техникуме объявили открытым. Постигать науки по выбранным специальностям будут 1330 студентов. С пожеланиями, чтобы результаты обучения были плодотворными, в образовательном учреждении модернизировали столовую. Правильное питание – это важно. Ленту вместе с руководителем перерезал глава района. Это столовая, в которой студенты и преподаватели смогут подкрепиться перед парами, а пока за накрытым столом состоялся разговор о текущих вопросах, о перспективах СУЗа и об успешных выпускниках техникума, среди которых есть чиновники высокого уровня, бизнесмены и руководители аграрных предприятий. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лабан». 8 сентября, в единый день голосования, в муниципалитете пройдут выборы пяти глав сельских поселений и депутатов городского и сельских советов. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Артеменко призывает всех жителей Лабинска и Лабинского района проявить свою гражданскую позицию. Я призываю, я приглашаю всех наших земляков активно участвовать и в предвыборной кампании, и непосредственно в день выборов. Потому что ваши замечания, наказы, они в дальнейшем будут использоваться и главами, и депутатским корпусом для работы, и безусловно, будут выполнены. Я желаю нашему Лабинскому району только процветания, активного движения вперед, потому что движение вперед предполагает развитие экономики, предполагает наполнение местного бюджета, и безусловно, это позволит решить многие социальные обязательства перед жителями города и района. Поэтому спасибо и надеюсь на ваше взаимопонимание. В предстоящий единый день голосования жители города смогут выбрать не только депутатов совета, но и название будущей зоны отдыха, городских котлованов. Год назад это место было выбрано. Что сделано за это время и какие варианты названий предложены. Год назад горожане выбирали территорию, которую они хотели бы видеть благоустроенной. Победителем рейтинга стали городские котлованы. Уважаемые жители города Лабинска, в марте текущего года общественной комиссии было проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, наиболее значимой для населения, для включения в федеральную программу «Комфортная городская среда». Прошедший год позволило определить подрядчика, подготовить проектную документацию, осталось дать имя зоне отдыха. И в этом снова просят помочь горожан. В настоящее время администрации города по рекомендации общественной комиссии данный объект включен в план, и готовится программа и проектная документация. Определен подрядчик по проектированию. В настоящее время изготовлен дизайн-проект по информации администрации и согласован с Департаментом архитектуры Краснодарского края. В настоящее время остается небольшая малость. В процессе проектирования времени немного, объект должен быть запроектирован в этом году, а на следующий год, уже 2020 год, реализовываться мероприятие. Остается небольшая малость определить название данной территории. Значит, общественная комиссия провела опрос населения через социальные сети, через сайт администрации городского поселения. Всего поступило 37 заявок и предложений. Из этих 37 доминируют три названия – «Жемчужина», «Котлованы», «Чистые пруды». Три названия. Для того, чтобы определить одно название, общественная комиссия решила в процессе голосования в день выборов, 8 сентября провести голосование по названию, которое мы присвоим этой территории. «Жемчужина», «Котлованы» или «Чистые пруды» – это станет известно 8 сентября. С 9 до 15 часов состоится опрос по определению названия территории городских котлованов, которая будет благоустроена в рамках программы формирования современной городской среды. В голосовании могут принять участие жители города, достигшие 14-летнего возраста. Приглашаем всех принять участие в опросе и внести собственный вклад в развитие родного города. Голосование пройдет на 28 участках. Их адреса можно узнать на нашей страничке «Лапмедиа» в Инстаграм. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok